Саурон На протяжении первой и частично второй эпохи Саурон нередко демонстрировал способность к перевоплощению. Большая часть приспешников Моргота пребывала в одном облике, однако самые сильные из них были способны принимать прекрасную или ужасную форму. Сегодня я расскажу вам о физическом облике Саурона и его способности менять обличия. Чтобы не запутаться в истории развития Саурона как персонажа вселенной «Властелина колец», рекомендую вам полезные статьи и книги Толкина в интернет-магазине «Читай город». Например, вот эту статью, которая погрузит вас в мир «Колец власть». Сериал «Кольца власти» охватывает далеко не все события вселенной, и если вам хочется скорее узнать продолжение истории, здесь вы увидите порядок чтения книг. Для любителей фэнтези и вообще бумажных книг любого жанра «Читай город» предлагает десятки тысяч изданий. Любую книгу можно заказать онлайн и получить в ближайшем магазине сети или пункте выдачи с бесплатной доставкой по всей стране. На сайте магазина также есть уникальный раздел «Книги с автографами». Эту опцию встретишь далеко не в каждом магазине. Обязательно загляните сюда и изучите ассортимент. Любители книг, несомненно, оценят возможность купить новое издание любимого автора раньше других через предзаказ в интернет-магазине «Читай города». Просто оформите предзаказ – «Читай город» уведомит вас о доставке книги. Прямо сейчас на сайте магазина действует больше 20 различных акций на самые разные разделы литературы. Это хороший повод купить отложенные в избранные книги прямо сейчас. Кстати, все книги профессора Толкина, как и остальной ассортимент «Читай города» станет на 15% выгоднее с промокодом «ПОФАКТУ». Он действует до 31 октября на все товары, кроме предзаказа, и товаров с пометкой «Акции» не распространяются. Ссылки на все полезные разделы интернет-магазина «Читай город» оставил для вас в описании к видео. А теперь пришла пора вернуться к Саурону и подробно разобраться в его истории. Саурон Будучи одним из Айнур, высших созданий в мире Толкина, включавших в себя Валар и Майер, вначале Саурон вообще не имел физического облика. Тогда он принадлежал к числу Майер, носил имя Майрон и служил великому кузнецу Аулы. Со временем, ведомой одержимостью к порядку, Саурон перешел на сторону Мелькора и стал свидетелем его падения. Подобно своему повелителю, Саурон принял физическую форму, чтобы править Ардой. Некоторые из Айнур также умели принимать физическую форму, временную, как Вала Улма, или постоянную, как Майя Мелиан, вышедшая замуж за эльфийского короля Тингова. В отличие от Саурона, который мог менять свой облик, другие известные приспешники Моргота из числа Майер были обречены стать воплощением тьмы и огня, балрогами. Доподлинно известно, что Айнур тратили на приобретение физической оболочки значительную часть своих сил. В Сильмариллионе говорится, что в первую эпоху Саурон стал чародеем ужасной силы, хозяином теней и призраков, коварным, жестоким, уродующим все, к чему он прикасался, унижающим всех, кем он правил, повелителем волков и оборотней, и владычество его было мукой. В своей первой крепости на острове Тол-Ингаурад Саурон собрал армию жутких существ, в том числе и оборотней, в честь которых был назван остров. В легендариуме Толкина оборотни или волкалаки – это огромные волки, воплощение злых духов, порабощенных темным властелином. На Тол-Ингаураде Саурон впервые продемонстрировал свою способность к смене облика. Когда Саурон взял в плен Берина и Финрода, Лютиен и пес Хуан явились в Тол-Ингаурад, чтобы их освободить, и Хуан перебил всех волкалаков. Тогда Саурон сам принял облик волкалака, самого сильного, что когда-либо существовал в мире, и вышел на бой с Хуаном и Лютиен. Его приближение было таким ужасным, что Хуан отскочил в сторону, а Саурон бросился на Лютиен, и та потеряла сознание, когда увидела злобу в его глазах и почувствовала его зловонное дыхание. Падая, она успела создать пелену темного тумана, и Саурон остановился, сонливость охватила его. Тогда Хуан прыгнул, и началась битва Хуана с волком Сауроном. Эхо в холмах повторяло завывание Илай, и часовые на ред-витрине слышали эти звуки и недоумевали. Но ни колдовство, ни чары, ни клык, ни яд, никакое дьявольское волшебство, ни звериная сила не могли одолеть Хуана из Валенера. Пес схватил врага за горло и швырнул его на землю. Тогда Саурон изменил обличие, превратившись в змею, а потом принял свой обычный вид, но не мог освободиться от хватки Хуана. Лютиен подбежала к нему и пригрозила лишить его одеяния и плоти, а дрожащий дух отослать к Морготу. Тогда Саурон признал себя побежденным, и Лютиен стала хозяйкой всего острова, а Хуан отпустил Саурона. Тот принял облик вампира, огромного, как темное облако, укрывающее собой луну. Он улетел, капая кровью на деревья в Таур-Нуфуин, и поселился там, наполнив земли ужасом. В этом отрывке Саурон меняет облик несколько раз. Он становится то волкалаком, то змеей, то вампиром. К слову, вампиры в Сильмариллионе отличаются от вампиров, которых представляет нам популярная литература. Вампиры Толкина – это огромные летучие мыши, кровопийцы. Кроме того, отрывок дает понять, что Саурон, будучи поистине бессмертным, не очень-то хочет покидать физический облик. Он отдает Лютиен крепость, лишь бы не жертвовать собственным телом. Этот факт сыграет особую роль в истории второй и третьей эпох. Безусловно, Саурон – самый известный персонаж легендариума, наделенный способностью к перевоплощению. Однако некоторые эльфы первой эпохи тоже умели менять свой облик. К примеру, Лютиен после победы над Сауроном превратила себя в вампира, а Берина – в волкалака, чтобы проникнуть в крепость Моргота – Ангбанд. Ранее в Сильмариллионе Финрад обратил себя, Берина и эльфийских воинов-ворков. Однако Саурон уничтожил фальшивую внешность, как только пленил отряд. Вполне возможно, что Финрад пользовался иной магией. Накладывал иллюзию, но не менял физический облик себя и союзников. К слову, Саурон тоже вовсю пользовался иллюзиями, но об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Саурон вновь заявил о себе после Войны Гнева, в которой его повелитель Мелькор был повержен армией Валлинара. Тогда Саурон принял прекрасный облик, раскаялся и отрекся от своих деяний. Эонве повелел ему вернуться в Валлинар на суд Валар, но вместо этого Саурон бежал в Средиземье. Мы не знаем, как он выглядел на тот момент. Знаем лишь, что он прятался на востоке примерно пять сотен лет. Примерно в пятисотом году второй эпохи Саурон, убедившись, что Валар покинули Средиземье, вернулся к своему злобному плану. Он снова принял прекрасный облик, чтобы втереться в доверие к эльфам. Саурон знал, что обмануть людей было бы проще, но эльфы были куда могущественнее людей. Он назвался Анатаром или Владыкой Даров и попытался договориться с Элрондом и Гильгаладом из Линдона. Но те не поверили Саурону, хоть и не узнали его. Эльфы и Региона, напротив, охотно приняли Владыку Даров и изготовили для него Кольца Власти. Так началась война эльфов и Саурона. В начале войны Саурон одерживал одну победу за другой, но на помощь Гильгаладу пришли Нуменорцы, и темный властелин потерпел поражение. Полторы тысячи лет спустя Саурон вновь собрал войско и провозгласил себя королем над людьми и повелителем всех земель. Оскорбленный претензиями, король Нуменора Арфаразон привел в Средиземье флот, величие которого заставило приспешников Саурона бежать в ужасе. Зная, что ему не одолеть Арфаразона силой, Саурон снова пустил в ход хитрость и прекрасный облик. Он назвался Чародеем Зигуром и быстро стал новым советником короля. В ходе целого ряда событий, которые я описывал в других выпусках, Нуменор пал, но вместе с ним пал и сам Саурон. Он находился на острове, когда тот ушел под воду, и ему пришлось распрощаться с физическим обликом. Дух Саурона, израненный и ослабленный, выжил, но с тех пор темный властелин потерял возможность принимать прекрасный облик и пребывал в ужасном облике, том самом, который нам так хорошо известен, роста выше человеческого с видимым образом злобы и ненависти. Через сто лет после падения Нуменора Саурон напал на Гондор, вынудив людей заключить союз с эльфами и сообща дать отпор темному властелину. Как мы знаем, Гильгаладу и Элендилю удалось сделать это ценой собственных жизней, и Сильдур отсек Саурону палец и забрал Кольцо Всевластия, из-за чего темный властелин вновь лишился физического облика. Разумеется, развоплощение не могло пройти бесследно. С каждым разом Саурон становился все слабее, и ему требовалось больше времени на восстановление. После падения Нуменора он потерял возможность принимать прекрасный облик и бежал в Мордор, будучи бесплотным духом. Там он долго собирался с силами и смог снова объявиться в Средиземье только через тысячу лет после начала Третьей Эпохи. Примерно в то же время Валар, узнав о новой угрозе, отправили на помощь свободным народам Майор, имевших физическое воплощение, волшебников, также известных как Истари. На этот раз Саурон обосновался в Зеленолесье, захватил эльфийскую столицу Амон-Ланг и превратил ее в крепость Долгулду. Толкин не уточняет, как именно выглядел Саурон на тот момент, однако неоднократно упоминает о Тени Саурона, имея в виду влияние Темного Властелина, распространившееся по всему Средиземью. Тень, безусловно, нельзя считать одним из обликов Саурона, однако она заслуживает упоминания. Та Тень распространилась по всему Зеленолесью, превратив его в Лихолесье и населив его пауками и другими злобными существами. Именно Тень сообщила Гэндальфу о том, что зло вернулось в Средиземье. В 2941 году Белый Совет напал на Долгулду и изгнал оттуда Саурона, но тот оказался готов к атаке и отступил в Мордор, отбросив Тень на Гондор, чтобы та осеяла разрушение, панику и болезни среди жителей. К примеру, заболела и умерла жена наместника Гондора Денитера, Финдуиллас, которой было всего 38 лет. В течение четырех лет, пока Финдуиллас сражалась с болезнью, Денитер в отчаянии изучал палантир Минастирита. Саурон, который к тому моменту предположительно уже обрел физический облик, владел палантиром из Минаститиля и жаждал подчинить наместника своей воли. В отличие от Сарумана, который стал одним из самых верных союзников Темного Властелина, Денитер смог сопротивляться влиянию Саурона, однако эта борьба подорвала его душевное и физическое здоровье. Когда Фродо заглянул в зеркало Галадриэль, он увидел еще один облик Саурона. Око, окруженное огнем, остекленевшее, желтое, как у кошки, бдительное и сконцентрированное, и черная дыра его зрачка была словно окно в ничто. Последний раз Саурон принял физический облик в Войне Кольца. В тексте книги описание приводится от лица того, кто видел Темного Властелина своими глазами. Перед тем, как попасть в плен Карагорну, Голум побывал в плену у Саурона, и тот пытал его в надежде узнать, где искать Единое Кольцо. В двух крепостях Голум говорит, да, на черной руке только четыре пальца, но ему и четырех вполне достаточно. Голум косвенно подтвердил, что Саурон мог полностью восстановиться после очередного падения. Погибнув на Нуминоре, он потерял доступ к прекрасному облику. Восстановление после поражения в войне с Последним Союзом заняло тысячу лет, и даже в этом случае Саурон не смог отрастить палец, отрубленный Сильдуром. Когда Единое Кольцо оказалось в пламени Роковой горы, Саурон исчез навсегда. В этот момент войны, сражавшиеся у Черных Врат, на мгновение ощутили присутствие владыки Мордора. «Стойте, войны Запада! Помедлите! Бьет Роковой час!» Еще не отзвучал голос Гэндальфа, как земля страшно содрогнулась. «Над башнями Черных Врат, над вершинами Сумрачных Гор взметнулась в небеса необъятная темень, пронизанная огнем. Стена и одрожала земля. Клыки Мордора шатнулись, закачались и рухнули. Рассыпались в прах могучие бастионы и низверглись ворота. Издали глухо, потом все громче и громче слышался тяжкий гул, превращаясь в раскатистый, оглушительный рокот. Царствование Саурона кончилось», — молвил Гэндальф. «Хранитель Кольца исполнил поручение». Ополченцы Запада взглянули на юг. В Мордоре, чернее черных туч, воздвигалась огромная тень, увенчанная молниями. Казалось, на миг она заслонила небеса и царила над миром. И протянула к врагам грозную тлань, страшную и бессильную. Ибо дунул навстречу тени суровый ветер, и она, расползаясь, исчезла. И все стихло. Саурон был поистине бессмертным, но без Кольца, в который он вложил так много собственной силы, его попытки возродиться обречены на провал. По словам Гэндальфа, Саурон прибудет во тьме кромешной, безобразным исчадьем мрака и будет грызть самого себя от бессилия воплотиться. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность — это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok